Глава комитета гражданской авиации Талгат Толастаев заявил, что в Казахстане имеется порядка 30 частных вип-самолетов. Обычно бизнес-джеты соответствуют концепции офисы в небе. Салон вип-лайнера может быть оборудован конференц-залом, спальней, ванной комнатой и так далее. Но султан Назарбаев в бытность с президентом летал на Airbus. До сих пор неизвестно, передал ли он свой авиапарк после того, как сложил полномочия. Эксперты отмечали, что стоимость авиапарка Назарбаева составляла более 250 миллионов долларов. На вопрос о том, владеет ли экс-президент Назарбаев самолетами, господин Ластаев ответить не смог. Комитет гражданской авиации, авиационная администрация проводит технический контроль и надзор за воздушными судами. То есть сертифицирует и проводит инспекционную проверку. То есть с точки зрения, кого перевозят эти воздушные суда, мы этой информацией не владеем. Тогда журналисты спросили о количестве вип-бортов Казахстана. Сегодня в загородных особняках некоторых областных центров строятся вертолетные площадки. Вип-самолеты перевозят олигархов на экзотические острова, а то и просто на свадьбу к родственникам. Часто казахстанские бизнесмены берут в лизинг самолеты у компаний из Эмиратов или зарегистрированных в офшорной зоне. Бизнес-джеты могут преодолевать очень большие расстояния, имеют прекрасные летные характеристики, просторный салон. Их еще называют летающими лимузинами. Стоимость такой машины от 50 миллионов долларов и выше. Стоимость летного часа для клиента в среднем от 5 до 15 тысяч долларов. Вип-чартер предполагает индивидуальный сервис не только в воздухе, но и на земле. Обычно транспорт для таких пассажиров подается прямо к трапу. Для них предусмотрен отдельный терминал. К стюардессам также есть сложившиеся требования. Невысокий рост под салон бизнес-джета, приятная, но не броская внешность, возраст в среднем 30 лет, знание языков, опыт работы и главное – коммуникабельность. На бизнес-джетах работают только проверенные люди. Так сколько же таких самолетов в Казахстане? В Казахстане зарегистрировано порядка 20-30 бизнес-джетов. В основном они принадлежат частным лицам. Если вы желаете совершить перелет между континентами без пересадки, то вам потребуется мощный реактивный джет, например, одна из моделей «Гольфстрим» или «Фалькон». Такой вариант будет стоить дороже всего. В документе, опубликованном Министерством национальной экономики, сказано, что в Казахстане частные самолеты имеются у ограниченного круга лиц. Так, 248 самолетов есть в собственности у «Физлиц», 665 – у «Юрлиц». Боуржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42.